Часто получаем вопросы, как выбрать первую чашу. И на этот вопрос чаще всего отвечаем, а для чего она тебе будет нужна, и какие у тебя возможности, имеется в виду финансовые возможности. Так как чаши, которые ты найдёшь в нашем магазине, которые мы предлагаем для звукотерапии, для проведения медитаций, их стоимость зависит от их веса, так же, как и покупаем их у производителей. И для того, чтобы выбрать основную чашу, ты должен знать, для чего она тебе будет нужна. И если ты не знаешь, мы всегда порекомендуем тебе выбрать такую чашу, которую мы называем рабочей чашей. То есть чаша, которую ты сможешь использовать не только для игры, для медитации, для очистки пространства, но и сможешь её поставить на тело своим близким и делать звуковой массаж, вибрационный массаж. Даже если ты не планируешь этому обучаться, возможно, со временем всё-таки ты захочешь ознакомиться с методом звуковибрационного массажа, и тогда для тебя будет нужна так называемая основная рабочая чаша. А величина такой чаши похожа вот на эту. И мы рекомендуем чашу весом около килограмма, то есть более-менее от 900 грамм до килограмма 200, килограмма 300, вот так, как и эти. Иногда может быть немножко меньше, вот как это, 900 граммов, но меньше уже не рекомендуем, потому что на теле, во-первых, она будет очень двигаться, дрожать, и сложно будет её придержать рукой, но мы делаем это вот таким образом. И вибрация будет слишком слабой, то есть человек, на котором ты поставишь эту чашу, не будет её фактически чувствовать. И как выбрать по звуку? Чаще всего основная чаша, то есть она бывает средней величины и средней тонации, то есть не слишком низкого звука, не слишком высокого, да, например, как эта, или вот как эта. Это уже довольно низкая. Это мой набор чаш, которые я использую для звукотерапии. И когда ты выберешь основную чашу, потом ты сможешь подобрать к ней другие чаши тоже по звуку, лучше всего интуитивно, да? Например, очень красивый сет, может, трёх чаш, может быть таким. Или таким. Конечно, большая чаша, она даёт сильную вибрацию и сильное звуковое поле. И другие чаши мы подбираем по звучанию, по красивому созвучию прежде всего. И по каким параметрам выбрать основную чашу ещё? Да, первое, как ты уже понимаешь, звук тебе должен очень нравиться. Вот ты слушаешь её, и она затрагивает тебя очень глубоко. И есть параметры качества. Во-первых, звук должен быть максимально чистым. Для этого иногда стоит ударить чашу посильнее и послушать, нет ли каких-то примесей. Чаша может лопнуть, у неё могут быть микротрещины. Особенно чаши, которые присылают далеко, там, из Непала, почтой. Иногда приходят с браком. И поэтому слушаешь, нет ли какого-то лишнего звука. И второй такой параметр — как долго звучит. И здесь мы никогда не сравниваем чаш низкозвучащих и чаш с высоким звуком. Чаша с высоким звуком всегда будет звучать короче, потому что у неё будут всегда потолще стенки, то есть она будет пожёстче. Сравнивать можем только чаши с похожим звучанием. И третий параметр — насколько сильна вибрация. Для этого ударь чашу, и можешь таким образом почувствовать, как она вибрирует. Можешь поставить её себе на тело и почувствовать, как вибрация проникает глубоко в него. И если чаша звучит хорошо, звук тебе нравится, и, скорее всего, это та чаша, которая тебя как будто приглашает к себе, которая хочет стать твоей. Как сделать, если ты не можешь сам выбрать чашу? И ты, например, обращаешься к нам, мы выбираем точно так же, по таким же параметрам. И тогда мы записываем для тебя этот звук, и на видео, на аудио присылаем, и ты его можешь прослушать и сказать, да, вот эта чаша мне нравится. Если ты хочешь, чтобы мы подобрали тебе чаши для уже твоих, то есть для тех чаш, которые у тебя есть, ты записываешь звук своих чаш, присылаешь их нам, мы выбираем и присылаем тебе обратно. И это уже у нас очень проверенный способ. Мы делаем это очень внимательно, с большой любовью, и подбираем чашу, которая подходит к тебе. И к чаше тебе нужны будут маляты, то есть колотушки, да. Вот это традиционные непальские маляты, и это малят, который мы называем профессиональным, он гонговский малят, которым я только что играла. Очень удобная, очень длинная ручка. Это для тех, кто хочет делать звуковой массаж или занимается звуком профессионально. Для начала очень хорошо подходят вот эти маляты. Этот более твердый, то есть он дает и хороший звук, и сильную вибрацию. А это очень важно, если вы используете чашу для звукового массажа. И этот более мягкий, более мягкий звук и сильная вибрация. И малят, который не используем для массажа, так как вибрация от него не будет сильной, но дает очень такой красивый кристальный звук. Сейчас я немножко тебе поиграю. И прекрасный, во-первых, для маленьких чаш, и для звуковых медитаций, для звуковых путешествий. Музыка И традиционные, конечно, стики, палочки, которые называют пуджа, так же как и празднование, священное празднование. И им играем таким образом. И так же можно играть ударяя, если это делаем мягко. Субтитры создавал DimaTorzok